Загир Гаджевич Баташ Мы вчера собирались у главы района, он принимал делегацию большую по вопросу строительства мечети в городе Махачкале. Вы видели, проезжали, начало строительства в виде таких колонн, на строительстве мечети очень много желающих участвовать, провести пожертвования на строительстве мечети, собирать деньги. А вот даже там такой момент действия, у этих наших меценатов, миллиардеров даже не хотят брать деньги, чтобы люди сами могли участвовать, каждый. И это движение такое пошло. Я хочу сказать, по району, вчера сказали, Новокостек собрал около 370 тысяч рублей. Если я ошибаюсь, копейка там, я извиняюсь. Теперь вот Ичичали, там получается собрали около 500 тысяч рублей. Так, я вам скажу, что нам там наметили на район, собрать 5 миллионов на район. 5 миллионов. Но вы знаете, есть районы, где собрали уже 23 миллиона. Около 40 миллионов собрали в Черкей. Это, конечно, здорово. Теперь я вот заостряю внимание глав селений. Дело богоугодное. Этим надо заниматься серьезно. Каждый в селе с имамом будет совместно работать. Я думаю, там на местах надо будет вот этот собранный день. Пофамильно вы должны иметь списки. Затем слово было предоставлено Мухаммед Арифу Дарбишеву, который сказал, что в Дагестане идет строительство духовного центра с мечетью на 50 тысяч человек. И все это за счет добровольных пожертвований жителей республики. Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю вас и нас всех, тех, кого Аллах отдельно своей милостью осуществил, участвует в этом благом деле. Это дело, которое мы просто сейчас на словах когда сказали, даже в начале когда сказали, по сборам, шум появился сзади. Действительно, да. Когда сборы говорят, людям чуть сложно бывает. Бывают сборы, которые действительно где-то забирают, мы не хотим, трудно отдаем, какие-то моменты бывают. А есть такие сборы, которые мы сотни день, лично вот сейчас вы, которые все же собрались, сотни день будете за нами бегать. Вот за мной, за Раджаб Хаджи, за другими, которые приди, которые сидят. Почему нас не заставили побольше давать, зная, какое вознаграждение за это тама будет. Видя, какое вознаграждение, те, которые платили тама будут. И Муфтья там была поставлена задача такая, не чтобы один человек строил эту мечеть, не чтобы два человека там или богатые люди пришли, чтобы построили. Специально, чтобы каждый житель Дагестана, вот каждый, кто священный дагестанцам, чтобы они все участвовали в этом деле. Кто дает рубль, кто дает 2 рубля, кто 10 рублей, кто 1000 рублей, кто и больше. Что самое главное, чтобы человек участвовал в этом деле. Называется, как бы, народный мечеть, народный духовный центр. Не только мечеть там, мы просто, когда мечеть говорим, все боятся, как от мечети, да, вот. А, зачем уже столько мечет у нас есть? Вот вчера вечером, мне одна женщина говорит, она просто не услышала, вот, у нас есть, по-моему, сертификат, и вот это показывали. Она говорит, сколько мечет и строит, не хватает, что ли, строит и строит. Я потом объяснил ей, там же на месте она уже согласна, была уже купить еще сертификат себе. Такое дело, то, что, которое там и строится, в случайности, у священного Аллаха не бывает. Вот этот кусок земли, около 29 гектаров земли, прямо и полоса, которая 70 метров ширина, который будет парк, дом, море, полтора километра длина. Вот это место вот до сих пор удивительно, да, вот мы знаем, клочок земли и районе, и в городе, где-то купить, пойти, это сложно. Это место как без хозяина, один хозяин, который был, или там без хозяина, как-то она осталась. Это случайность в священном Аллах не бывает, вот пришлось, вот какой-то момент, в свое время, когда пришло, Аллах выделил это место для нее. Сделал так, чтобы оказалось. Там 2-3 человека были, которые незаконные документы, которые сделали, тоже работники администрации города, но они потом уже через суд, когда решили, они сами выбрали то, что не нужно в построении и открыли эту дорогу. В этом духовном центре, слово, духовный центр, там нету, чтобы именно мусульмане там были. В духовном центре, когда говорится, есть и другие религии, другие конфессии, которые все объединяются в этом. Там будет и университет, там будет и общежитие, там будет и муфтия, там будут и другие школы, медресеи, спортзалы, гипермаркеты. Все там есть, это комплекс. Даже там будет санаторий, который оздоровительный комплекс. Те люди, которые у нас едут, другие, вот Кисловодские, Синтурки, которые ездят на лечении, мы все знаем, есть такие санатории, которые привозная вода там будет, которая для лечения будет. Вот такой же будет организован и у нас там. Человек приехал, 70% в этой территории будет озлений. Люди приехали, приедут туда, семьями придут, там, джамаатами придут, разницы нету. Кто пришел, он может с мечети пойти спокойно, до моря пройтись, отдыхать, парки, везде. Вот для этого это все делается, для народа. Если мы сегодня с вами не успеем там отдыхать или проходить мечеть, или там находиться в музее, там будет и большой музей республики Дагестан. Большой музей, который делает Дагестан, это как хранитель реликвий пророка, саллиллаху асаламу, реликвий других, которые связаны с Макхам, Мадин, вот такие святых мест. Это все в внутренней части тоже будет. И там он где-то все делает. Если мы по жизни, если мы успеем, мы, иншаллах, наши дети, наши внуки успеют, и они там и будут. И каждый человек, который внесет туда рубль, два рубля, разницы нет, этот человек будет участником этого дела. Если два человека встретятся в этом месте, на этой территории, друг к другу улыбкой поговорят, или друг к другу обращаются между собой улыбкой, или один человек, который не в религии человек, принял религию, видя эту мечеть, вот те, которые были участниками строения этой мечети, мы получаем вознаграждение автоматически. Почему? Потому что мы были участниками, чтобы они там и встретились. Сегодня такое вознаграждение Священнослава дал. В одном хадисе посланник Аллаху саляму говорит, «Тасаддаку». Он нам повелевает, мы все говорим, пророка любим, да? Вот его слова, «тасаддаку». Делайте благотворительность. Саддака делайте. Придет время, говорит, тогда человек, когда придет с деньгами, кому-то выплачивать саддака или закат, разницы нет, вот когда же выплачиваете, да, благотворительность. Когда он придет, тот человек, который принимает саддака, скажет, Если ты вчера пришел бы, я принял бы, сегодня я не нуждаюсь. Сегодня у нас есть очень много нуждающих людей. Очень много нуждающих мест, мечетей, дорог, это все есть. Сегодня и такой шанс есть, который глобальный, это который мечеть будет куполом мечети всей республики. Вместимость около 50 человек. 50 тысяч человек. Вот когда проект снимали, это мечети, когда этот проект снимали в Турции, наши ребята поехали туда смотреть, как это все делается. И они когда увидели вот этот размер, масштаб этой мечети, именно только мечеть, они сказали, вот мы все знаем, в Турции, которые, все, которые называют, как музей мечеть, вот эта мечеть, когда увидели, они сказали, в вашем проекте наших вот этих мечей, вот наша вот эта мечеть, 6 лет помещается. И только 20 миллионов в Истанбуле мы не можем заполнять голову. Вы как это заполните, когда в Дагестане 3 миллиона человек? Это просто ихный разговор. А представьте, вот центральная мечеть, Джуман Амаз, пятницу. Вы в Махачкане были, вы сами видели. Там не то, что внутри мечети, на улице там, а полностью. Столько людей, которые внутри мечети, столько и на улице есть. Это почему? Потому что, ахамдуля, у нас иман есть. С нами, дагестанцами, иманом другие не могут с вами. Единственное, Маккаб Адина, и тот там большинство приезжих. Иншаллах, она у нас и лучше будет, у нас она и центром будет. Из-за этого наша цель ее сделать, украсить каждый человек от себя, что садака сделал. И цель, чтобы Мафтетам, которые посадили, имя, чтобы каждый человек участникам, мы знаем в одном хадисе, пророк, который говорит, садака, человек, который выплачивает, продлевает жизнь. Это слова пророка, саллиллаху алейкум. Кто выплачивает садака, разница, это хоть рубль даст, или хоть полфиника он даст, или глоток воды даст, или сколько он даст, разница нет. Это человек продлевает жизнь. Аллах уверяет его от бедствий. Суть не в ней, когда люди будут наказаны, солнце, имеется в виду сверху над головой, когда солнце будет кипеть над нами, там будет эта садака, как купол. И четвертое, в другом хадисе, который послал Николай, в основном, говорит человек, который построит мечеть в размере Куропатки, Куропатки мы знаем такого размера, вот настолько даже построили, Аллах ему строит дворец. А представьте, если ты участникам сал, от науки отвечает, или там кусок цемента, или там песка, вот это то, что ты туда отдал, ты себе крепость построил, и ты причиной стал объединить народу. Мы не говорим нации, мы не говорим религии другие, всех мы объединим там. Вот сегодня у нас, вот я как координатор, вот ко мне на карточку, когда деньги люди отправляют, там у меня очень много русских фамилий, которые отправляют с Россией. Вы все это видели на роликах, все в соцсетях, которые бывают, которые к нам отправляют, там вот я христианин, я не дагестанец, я не мусульманин, он говорит, я выплачиваю от себя, он сколько рублей сейчас, сумму я забыл, я отдаю эти деньги, для этого духовного центра это будет объединять на всех. Это с Россией люди так и люди отправляют. А мы живем в Дагестане, даже люди это не знают, где-то у нас строится даже. Такой момент уже. Из-за этого мы не должны быть отсталны, в этом направлении. Вот сегодня мы, каждый из нас, вот в связи с которым мы работаем, для чего мы работаем с этим вопросом, такой интересный. Вот большинство в эстине на должностях у каждого хорошей должности, которой Аллах вас поднял. Не за то, чтобы вы хорошие были, не за то, чтобы у вас какая-то возможность была. Это милость Аллаха, которую Аллах каждому, который дал. Чтобы я сегодня здесь лежу, это тоже милость Аллаха. Акхамдумля. Но Аллах нас на этот уровень поднял, на этом должности нас посадил, когда от нас есть польза для общества. Если от нас пользы не было бы для общества, то Аллах не поднял бы. Вот сегодня мы находимся на этом должностях и пользуемся народу. Будет такой момент, если имам мечети, на Рузмане, на пятницу намазе, когда он говорит, «Эй, уважаемый, там мечеть с вами, деньги собираем», у кого там 50 рублей, у кого 100 рублей, мечети собирают 20-30 рублей. Почему? Потому что есть очень много людей, которые не входят в мечеть. Даже близко не знают, что находится внутри мечети. Далекие от мечети. Это не значит, что в которой мечеть ходят, они должны сюда поуплачивать, а другие не должны. должны работать и главы местные, и другие общественные деятели, и другие как преподаватели школы, везде, чтобы информация везде у всех пошла, чтобы каждый человек должен участвовать. Пусть рубль дает, хоть 2 рубля дает, лишь бы с этого дома рубль ушел, садака ушел, чтобы эта семья тоже сохранилась от баллаха. Наша цель сохранить стабильность в Дагестане. Вот то, что в Сирии творилось, мы видели. Не дай Аллах, чтобы она у нас была. Не дай Аллах. Но она могла быть у нас тоже. То, что в Украине было. Это тоже у нас могло быть. Вот, аль-хамдуллах, потому что у нас есть чуть-чуть иман, это иман и дуа больших людей, барракад, и люди, которые наши делали садака, вот это нас сохранило. Не за то, что там что-то сохранило, это причина сала, но для этого причины, это дуа, это все было. Из этого, уважаемые братья, вы думаете, как я проповедь читаю? Не проповедь, это чтобы вы все были в курсе, чтобы не были далекими, чтобы суд не днем. Ко мне, когда вы придете, я скажу, я вам это говорил, доносил до вас. Вот так же ваша обязанность. Вы же когда за газ деньги соберете, каждый двор заходите. Когда за цвет деньги соберете, каждый двор заходите. Каждый коммунальный, когда соберете, каждый двор заходит. Каждый заходит и ждать. Вот так же, до каждого человека донести, и о благом тоже. Не только о плохом говорит. На одном проповеди один человек говорит. Вот всегда про ад говорите. про рай тоже хоть расскажите нам, что там бывает. Вот сегодня про рай рассказываю. Раю будет нам крепость. Человек, который станет участником строения хотя бы размера Куропатки. Это не обязательно кого-то заставить, чтобы сегодня кто-то тысяч рублей дал, кто-то 50 тысяч дал, кто-то 10 тысяч дал. Нет. Хоть рубль даст. Это тоже участник. У меня на карте, я начальник сказал, есть человек, который 2 рубля отправил, женщина. Есть, который 25 рублей отправили. Есть человек, который каждый день по 30 рублей отправил. Мы думаем, что каждое благое дело. Каждое благое дело, это мы намаз делаем или разложим каждый день. А если благое, то садаха делают. Вот каждый человек, если себе такую программу поставит, каждый день по 1000 рублей, это у нас не получается. Давайте мы поставим каждый день по 30 рублей себе или по 50 рублей. В конце месяца это одна хорошая сумма уходит, но которая нам не заметно. Который день кто-то на сигареты это дает, на харам, который себе запретный, если себе вред организму и вред соседям и семье своей, которые делают. На плохое у нас уходит. Даже просто, когда посчитают в Дагестане, миллиарды рублей, одиннадцать миллиард рублей, которые в Дагестане уходят на курение только. А представьте, если эти деньги у нас на свою мечеть пойдут. Если я скажу, давайте на мечеть меня убьют за это. Скажут, что у нас заберет наши деньги. Вот чтобы сами себя не убили, эти же деньги. Если вот кто-то даже курит, если, например, себе скажет, я сегодня эти деньги, а на мечеть сегодня не буду курить. Вот так себя запретно тоже убрать и на хорошие тоже потери. Два дела он как доброе сделал. Вот такие моменты у нас есть. Уважаемые братья, и то, что мы говорили с Лени и Чичали, вот пример поставлю, другим главам тоже было как легче, и работа с имамом Месли. Когда мы позвали имама села и активисты, ребята их не были, они сказали, у нас в селе где-то 700 хозяйств. Мы каждый дом зайдем, по тысяче рублей скажем каждому. Люди нас поймут, мы можем им сказать, потому что у них есть общение, и у главы есть связь со всеми жителями, и имамом Месли, и активисты есть связь со всеми. Мы скажем по тысяче рублей, они дадут, они уверены, потому что до этого они сбор когда делали, они собрали столько. Из каждого села вот следует 700 тысяч получают, если 700 хозяйств, 700 тысяч. Тысяча рублей на одну семью это небольшая сумма сегодня. Это же это вот на пенсии, то, что сегодня, который должен в этом месяце, он как будто на пенсии не дали эти деньги тысячи рублей. К примеру, как урезан там из трех мастерских урезанных, скажем. Вот так приносили остатки, но это будет наступный день вам запас. И это вот сегодня, я просто говорил, тысяча рублей. По сто рублей поставьте, по пятьдесят рублей поставьте, по рублю поставьте. И то что-то будет. И то, что как в Черкее, вот они даже не просто на деньгах, они и золото начали собирать. И чеччанин тоже, когда начали говорить золото, люди, женщины начали сами приносить золото. Просто я знаю, вот дядя, человек, который со мной был, который собирает золото, к нему столько звонков приходило, он пока в хазаеве находился, села звонили, у нас золото, у нас золото, куда принести, кому отдать. Вот так, наверное, почти полкилограмма золота собрали. Это тоже все, вот грамм, грамм, это все будет перед священным Аллахом. Потому что в Куране священный Аллах говорит, «Фамайя амал митхаля дарратин хайра иера», «Вамайя амал митхаля дарратин шарра иера». Человек, который сделает добро, митхаля дара, это пылинка, вот сейчас, в данный момент, который внутри мы не видим, на солнечные лучи, которые летают пылинки. Настолько, если человек сделает хорошее и благое, это будет сегодня день, и настолько плохой, это тоже будет сегодня на высоту этого человека. Сегодня давайте же, братья, вместе активно работать на это направление. У нас есть возможность. Вот эти два митхаля дарита, которые нам дали, это мечеть, как говорится, один к одному, аналог мечети пророка Мухаммада С.А. Духовный центр, это большая территория. Внутри мечеть имени пророка Мухаммада С.А. похожа как медель. Кто хаджи был, вы знаете, какую мечеть там вы находитесь, на фотографиях вы видели. Вот такой мечеть у нас будет. Там даже вот этот зеленый купол, где внутри пророка С.А. где похоронен, вот такой же купол все. Внутри же будет и музей. Там же будет внутри именно, как он похоронен, макет будет, как его комната. Это все там будет. Любой желающий человек, у кого нет возможности поехать на хадж, он может приехать в эту мечеть, в Махачкалу после строения, он может посмотреть, как она выглядит хотя бы. Самый любимый человек на земле, любимица Аллаха, пророка Мухаммада, вот его дом, как она находится. Любой человек может прийти посмотреть. Вот это все строится. И рядом с куполом есть два минарета. Вот эти два минарета нам посчастливилось. Именно вот хасыр, хасыр тускарайон, два минарета нам посчастливилось, нам эти два минарета, не тоже на каком-то другом углу. Именно рядом с этим. И когда человек будет участвовать, вот 47 метров он минареты. Если кто-то участвует, вот один сантиметр может от тебя зависеть. Твой сантиметр в этом минарете будет. Вот. Из-за этого сегодня, уважаемые братья, у нас сегодня есть такая возможность, и чтобы человек, некоторые, когда мы говорим, деньги, кому-то удобно, кому-то неудобно, кому-то будет, когда сотни дней показать, что он это сделал, доказательством еще что было, у нас есть и сертификаты. Мы посоветовали старшим, сделать такой сертификат на тысячу рублей, на три тысячи, на пять и на десять тысяч. Если жилое жизнь на большее, на большее тоже сделаем. У каждого человека фамилия, имя, пишут, и все, сзади тоже макет, вот как мы говорили, где это все, фотографии этого, что будет. И каждый человек дома сохранит это. Вам это пока, да, одно из задачей, я здесь одна поделаю. Вам это зачем-то, действительно, вам не нужно. Ваши дети, внуки, когда они будут дать мечты, они сказали, у меня дома есть картинка, или там сертификат, который мой дедушка, или мой отец выплачивал, он тоже был участниками этого. Я тоже могу гордиться, судный день, мой дедушка тоже участвовал. Моя семья тоже в этой мечети была. Вот такое тоже есть. Желающие, у каждого имама, вот у нас есть представитель Мухаммад, вот к нему, из Абин-Хаджи, в связи с Абин-Хаджи, они сертификаты можете приобрести себе тоже, на какую сумму вы хотите. Кто меньше, сертификат там, особо мы не думали, меньше сделать, потому что расходы это будет, ну, с тысячи рублей и выше взял их. Кто хочет сертификат, кто хочет без сертификата, это тоже проблемный, у каждого человека. И когда мы соберем, например, вот каждая глава, каждого села, если вы соберете сами, с главами, с имамом вместе, вашего села, какую-то сумму собрали, вот, например, Мухаммад, если хотите вместе, когда мы идем к главару и он, вместе с ними, вместе поедем, отдадим. Если так не получится, глава села, имам мечети, джамаах, кто хочет туда поехать, мы официальные представители, с оператором, все вместе туда поедем, нас самосветят, нам экскурсию сделают, и сами внесли туда сумму, нам дадут сертификат, нам дадут там оппитанцию, и селе покажем, джамааху покажем, это копейка, которая уходит туда, которая вы все сами будете знать и видеть, в своей копейке, куда уходит. И за это, уважаемые братья, сегодня у нас есть шанс, давайте воспользуемся этим шансом, будем участниками этого дела. Такой один маленький пример был, Гаргеновский район, старший глава, не знаю, работник нам, Гаргеновский район, она небольшая, тоже как, небольшой ли, он тоже может сказать, там просто одна учительница свою активность показала, она такую маленькую коробку сделала для строительства духовного центра и класс принесла. Дети, кто хочет участвовать? Вот вы тоже, чтобы участниками этого были, кто хочет? У детей, то, что в кармане было 5 копеек, там 5 рублей, там 10 рублей, там 15 рублей, кто было, они закинули, в следующий день учитель сказал, ва, дети закинули, нам не за что ли? И вот так почти около 20 миллионов они собрали. Вот так они своего нас собрали столько денег. И за это нам тоже можно использовать, чтобы наш каждый человек участвовал в этом. Не обязательно большую сумму, хоть копейка, что было. Если честно, мы когда поехали первый раз, отдельно, когда мы сбор делали в мечети, не на минерет, это еще было раньше, первый сбор, когда мы делали, сбор собрали, город и райкон собрали полтора миллиона рублей. Мы с этими деньгами поехали отвозить эти деньги туда, мы сказали, давайте мы тоже сделаем для райкона один день, для города один день, для общественного один день, вот так сделаем, для нас тоже запишите, вот есть желающие ребята, которые хотят физически помочь. Там работу они как мастера никому не дают. Есть там специалисты, мастера, которые приехали за границей, они именно вот это такие строения, которые делают там мастера, специалисты, а других работах, которые надо кипиш раскатывать, подсобники скажут, да, вот это работа там, где-то расход надо делать, где-то что-то надо привозить, где-то эти работы, которые делают люди, которые благотворительные, от себя, которые пришли помогать. Они сказали, в течение февраля, март, до 10 апреля нет места. За 50 людей места нет. Очень запомнили. Суббота, воскресенье, Махачкала, Каспийск, они не могут между собой делить. Не успевают, нет субботы, воскресенье. Потому что рабочие дни, выходные, выходные, они уже нет места. После этого уже много отзывов людей, которые проходили, просили, не просили, решили так сделать. Доргинцы пришли, когда одна группа приехала из Левашинского района, они сказали, дайте нам один месяц. Просто на этом проверим, может другие нации тоже придут. Когда они начали распределять, у них месяц придется на 40 дней. У нас обычно 30 дней будет, у них 40 дней. Потому что столько людей, желающих оказалось, не могли за месяц укладывать, пришлось на 40 дней подряд. В следующей очереди будут другие. Очень много желающих людей, которые туда хотят прийти. Один раз, когда мы поехали туда, сам Муфтий тоже участвовал в нашем мероприятии, скажем. Муфтий сказал, когда вот этот проект сделали, мне сказали, от этого проекта сумма за этот проект, 5% какая-то сумма уходит за проектирование. 10%, да, вот это. Там сколько-то миллион долларов уходило. Это сказали проектировщики, которые за границу приехали, там очень сильный проект. Там просто один угол, 300 тонн металл. Не считай другой. Чтобы равновесие было, там землятый сень, Самым максимальным, землятый сень, который у нас бывает, до этого расширена мечеть. Все полно сливано. И они сказали, если на проект столько дней уходит, у вас есть такую возможность мечеть строить. Муфтий говорит, в Аллахе, у меня нет таких возможностей строить. Даже два на два маленький сам узел строить, у меня нет возможности. Но Аллах построит посредством людей, желающих это строить. И мы видим сегодня, люди, которые каждое село, каждое тухом, каждое джамар, каждое организацию покупали, сертификат брали на один столб. Там более 200 столбов. Столбы закончились, арки закончились, какие-то там маленькие куски, это все закончилось. Сейчас уже крыша идет. Уже из крыши там только две части остались. И два минарета, которые наши остались, не оплачены. И две крыши, куска утра, которые люди не взяли. Раджаб Хаджи, Хаммирзаев и Сирапил Дауд Гаджиев поздравили с началом священного места. Раджаб, а далее также говорили о строительстве, о пожертвованиях по строительству народной стройки. В первую очередь, позвольте мне поздравить всех вас с началом месяца Раджаба, наступающим из священных месяцев. Так как Священный Аллах дарю всех рабов любимыми днями, любимыми, дорогими месяцами, дабы мы увеличили запас своих влияния для великого День Суда. И, конечно, наш брат Мухаммад Ариф для нас говорить ничего не оставил. Все подробно разъяснил, объяснил. Я всего лишь присоединяюсь к поздравлениям. И мы знаем, что мечети, медресе, духовные центры всегда имели огромную значимость и роль в жизни улучшения мусульман. Поэтому эта мечеть и стройка, которая строится, как уже здесь отметили, ни один человек, ни одна организация, ни одна компания не сможет создавать вот такие условия и комфорт для народа, кроме как сам народ Дагестана. Поэтому об этом уже конкретно, так как Мухаммад Ариф объяснил, я не буду долго говорить. И, как уже отметили здесь, была, конечно, встреча с Джамбулатом Шафиевичем. И очень поддержал, как всегда, и призывает нас всех поддержать. И когда привозили реликвии, как сегодня я помню, так же мы обращались к вам, пришли, обращались. И вы, в свою очередь, оказали сильную поддержку. И у нас оказалось понимание, и по всем направлениям оказали помощь организации встречи реликвии Пророка Али-Исалату Вассалам. И так же я сегодня тоже надеюсь, такая же поддержка, понимание у нас будет, как всегда. И дай Аллаху Тааламу Тауфир именно в этом направлении работать. Валик Аллах. Валхамду лилляхи. Рубля Алимин. Со слов выступающих, духовный центр будет располагаться между городами Махачкала-Каспийск. Принято решение назвать мечеть именем Пророка Мухаммада, а исламский центр именем Пророка Исы. В эти дни организован сбор средств для постройки будущей мечети. И прямо в зале, обладателем первого сертификата 5000 рублей, стал специалист по делам религии администрации Хаса-Вертовского района Исрапил Хаджи Дауд Гаджиев. Многократное похваление Всевышнего Аллаха за то, что нас посчастливились, как Мухаммад Алиф говорил, и быть участниками этой мероприятии. Вот поскольку сделан такой сертификат, я хочу сделать свой взнос. Но мне в кармане не так пусто, но и не пусто. Вот это 5000 рублей за сертификат по нашему Мухаммад Алифу. Большое. 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 Надеюсь, что Исафа Аль-Хаджи сделает этот большой шаг, и будет для Вас большой примером тоже. Но Вы тоже примером кому-то. Но в данный момент Исаф Аль-Хаджи опередил Вас в этом примере. И иншаалау рахмана Вы тоже успеете. Большое.